Звуки музыки сегодня заменил вой сирен. К залу имени Каца приехала пожарная машина. В филармонии проводят учения спасателей. Как в случае ЧП будут эвакуировать альтистов, тромбонистов и зрителей, расскажет Екатерина Стывко. Внимание! В одном из помещений произошло задумление. Рядом с датчиком распыляют специальный аэрозоль. Он имитирует дым. У работников филармонии есть всего несколько минут, чтобы покинуть здание. Услышав сирену, Татьяна Баландина спешит к эвакуационному выходу. Было очень нервно, страшно, что делать, куда идти. Но как раз инструкция сработала, быстро взяла куртку, вещи свои, телефон. Не стала ни кружки мыть, ничего. Быстро выбежала через выход, который был самый ближайший. У служебного входа множество людей. Это офисные сотрудники филармонии, бухгалтеры, инженеры. Через несколько минут по вызову приезжает и пожарная бригада. В машине три тонны воды. На небольшое возгорание должно хватить. Спасатели разматывают рукава и бегут к очагу пожара. Это режиссерский пульт. И по легенде, именно здесь произошло возгорание. Сломалась техника, замкнула проводку. Опасность ситуации в том, что буквально за стеной находится сцена. В зале имени Катса три сотни датчиков. Как только один из них улавливает дым, сигнал автоматически поступает в МЧС. А в самом здании включается усиленная система вентиляции. И открываются магнитные двери. На эвакуацию работников филармонии уходит чуть больше четырех минут. Сегодня все эвакуировались вовремя. Мы эти нормативы как раз в квартал отрабатываем. Безусловно, важны в первую очередь для нас. Потому что, когда возникнет нештатная ситуация, мы должны себя вести в первую очередь грамотно. И чтобы никто не пострадал во время пожара. В самом концертном зале тоже несколько эвакуационных выходов, которыми в случае ЧП смогут воспользоваться музыканты и зрители. А вот артистов на учениях сегодня нет. Из-за графика репетиций, поясняют филармонии. И добавляют, творческий коллектив каждый раз показывает хороший результат. Как и пожарные. В рамках этих занятий прежде всего отрабатываются действия дежурных караулов. О целях оценки обстановки прежде всего необходимо понимать, где находятся пожарные гидранты, эвакуационные выходы, где находятся электрощитовые, какая существует угроза распространения огня. Спасатели говорят, в случае настоящего пожара в филармонии ему будет присвоен второй ранг. А это значит, на место сразу приедут как минимум 8 единиц основной и 5 специальной техники. Но в истории зала имени Катца таких ситуаций не было. Екатерина Стывко, Андрей Руднев, Новость ОТС.